За рамками привычного в регионе прошел финал турнира по скоростной сборке спилс-карт Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Комплект пазлов с четкими границами регионов России и Ненецкого округа может стать новым игровым элементом обучения. Тему продолжит Наталья Дуркина. Напряжение растет. Счет идет на секунды. Участники финала турнира по скоростной сборке спилс-карты готовились к этому дню целый месяц. И вот одна из первых выполнивших – Карина Дуркина. Девочка собирала спилс-карту округа. Я несколько раз на день занималась, и вот у меня получалось. Я дома собиралась за 36 секунд, а сейчас у меня не получилось, я за 41 собрала. В общем, второе место, но я тоже думаю, что это нормально. Волнительно? Да, у меня просто руки тряслись очень сильно. Успокоиться и блестяще выполнить задание на самую сложную спилс-карту по Российской Федерации получилось у Людмилы Подболоцкой. Девочка первая справилась с картой регионов благодаря своему методу. Я разделила карту несколько частей и запоминаю по частям. Каждый день я запоминала отдельную часть и потом собирала все вместе. И легче было собирать правую часть. Там меньше всего объектов. Турнир по скоростной сборке спилс-карт проводится в соответствии с федеральной программой «Знаю Россию». Участниками стали учащиеся кадетских классов городских школ. Пройдя отборочные испытания, в финал вышли 8 ребят. Четыре из которых собирали карту НАО, а остальные – РФ. Это инновационная методика изучения географии. В таком форме человек изучает масштабы, запоминает масштабы и расположение регионов. Или если это округ, то административных единиц. Во время сборки спилс-карты у человека работает зрительная и тактильная память. Таким образом он запоминает масштабы и расположение регионов. Во время сборки спилс-карты человек изучает федеративное устройство государства или административно-территориальное устройство региона. В завершении мероприятия состоялось награждение победителей и участников. Места распределились таким образом. Скоростная сборка спилс-карты Российской Федерации. Бронза – Павел Матюшев, серебро – Роман Дуркин и золото – Людмила Подволотская, которая вошла в норматив и получила нагрудный знак и удостоверение – спилс-карта НАО. Третье место – Валерия Дуркина, второе – Карина Дуркина и первое – Екатерина Шамилова. Девочки, занявшие первое и второе место, также получили нагрудный знак и удостоверение. «Хотелось бы увеличить материальную базу для того, чтобы было больше возможностей. Например, в каждой школе было бы хотя бы по каждой спилс-карте, они могли готовиться и мы могли проводить это уже более масштабно. То есть, например, для всех школьников. Там, например, среди таких классов, там, седьмых, восьмых, да, вот так вот. И потом уже тоже проводить финалы. Вот. В этом году пришлось ограничиться только именно кадетами». Добавлю, турнир по скоростной сборке спилс-карт проходит в регионе впервые. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал Север.